На этой интернациональной кухне Россия и Украина не спорят, а пекут на радость жителей Лас-Вегаса. Москвичка Елена Королёва переехала к киевлянину Виталию Сухареву несколько лет назад. И очень скоро их союз подарил городу маленькую пекарню, на которой они творят. Вот, к примеру, пончик Golden Knights. Назван он в честь местной хоккейной команды. Golden Knights, который, в общем-то, с успехом продаётся, и люди его уже тоже знают. Впрочем, знаменитая их пекарня не только хоккейными пончиками. Это очень вкусно. Выпечка на любой вкус и цвет. И очень калорийная Ким Кардашьян, и влиятельная Мишель Обама, и даже классический Рональдо. Как Дональд самый популярный, так и он в футболе самый популярный. Приятный вкус и приятно, как вот смотреть на Рональдо, как он играет. Пончик имени Филиппа Киркорова или Анны Седоковой тут не найти. Елена и Виталий говорят, что американцы не знают российских и украинских звёзд. Им известны только политики. Если бы супруги создавали пончики имени Петра Порошенко или Владимира Путина, то выглядели бы они так. Ну, я думаю, что если бы Порошенко, то да, наверное, всё-таки бекон мы использовали, есть сало и обязательно шоколад. Дональд Путин. У меня нет таких ингредиентов, сори. Кстати, их межконтинентальный роман начинался не в простые времена. Это был 2014 год. Мои украинцы, то они, ну как так, она из России, говорит. Москалька, слово-то какое. Для меня это не приоритет. У меня мама хохлушка, папа русский. Семьи рассорились, друзья раздружились. И на, как сказать, получается, на всех этих каких-то непонятных событиях создаётся наше взаимоотношение. Конечно, мы слышали разные вещи. И самое было, конечно, смешное. Говорят, а как вы общаетесь? Он же с Украиной, это с Россией. И пока кухонной политики переживали за Елену и Виталия, те развивали свой бизнес. Сейчас супруги готовят в Лас-Вегасе новый проект. Это будет настоящее семейное блинное. В первое время я недоумевала, почему они так спрашивают, вы откуда, это фэмили-бизнес, какая вам разница. А потом, в принципе, поговорив уже так с людьми, которые здесь давно и понимают их психологию, говорят, ты же не понимаешь, это практически их американская мечта, фэмили-бизнес. А вы только приехали, вы уже вместе работаете, вы уже что-то делаете. Для них это как бы идеал, что семья вместе и делается один бизнес. То есть мы практически американская мечта. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян. Настоящее время. Америка. Лас-Вегас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...